На календаре 17 марта. Присоединяйтесь к нам скорее. Это интеллектуальное и познавательное утро на телеканале Белим Жане Мадинет. Вас приветствуют Зара Синаман и Чингис Капин. Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами. Кайрлы Танк, друзья! Сегодня в программе Блиц-опрос, посвященный одному из самых любимых весенних праздников – Наурызу. Дайджест зарубежных новостей. Этот день будет знаменательным и для нашей программы Кайрлы Танк, так как сегодня к нам в студию придет яркий и талантливый человек, имя которого вы узнаете чуть позже. Итак, мы начинаем! Начнем, как обычно, с рубрики «Звездные именинники». 17 марта родилось немало представителей науки и искусства. Среди них Готлиб Даймлер – немецкий инженер, конструктор и промышленник. Совместно с инженером Вильгельмом Майбахом Даймлер начал разработку двигателя внутреннего сгорания. В конце 1885 года Даймлер и Майбах сконструировали свой первый двигатель. Именно они впервые решили использовать в качестве топлива легко воспламеняемый бензин, который до этого применялся в основном для чистки одежды. В этом же году они придумали карбюратор и запатентовали первый мотоцикл. Вначале двигатели имели невысокую мощность, поэтому партнеры устанавливали их на небольших транспортных средствах. В частности, они сконструировали лодочный мотор, мотосани и воздушный шар с двигателем внутреннего сгорания. 17 марта 1856 года родился художник Михаил Врубель, автор ряда известных живописных полотен, таких как «Царевна лебедь» и «Демон». В своем творчестве художник обращался к романтике Средневековья и Возрождения, кондичной мифологии и русской сказке. В его произведениях нередкие элементы загадочности, таинственности, характерны и для поэзии раннего русского символизма. Разносторонность художественного творчества, как выражение мечты соединить искусство с жизнью, поиски высокого монументального стиля и национальной формы в искусстве, приверженность к орнаментальным ритмическим усложненным решениям, придают произведениям Врубеля характерные черты стиля модерн. Сегодня 77 лет исполнилось бы Рудольфу Нурееву, ярчайшему танцовщику 20 века, балетмейстеру и педагогу. 17 июня 1961 года во время гастролей Кировского театра в Париже Рудольф Нуреев принял решение остаться на Западе, где его карьера складывалась вполне успешно. Будучи звездой лондонского королевского балета более 15 лет, Нуреев являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Также он много выступал по всему миру, в Европе, США, Японии, Австралии. С 1983 по 1989 годы Нуреев был директором балетной труппы Парижской Гранд-Опера. Также он много снимался в кино и принимал участие в телевизионных съемках, ставил классические балеты, в последние годы жизни выступал как дирижер. КОНЕЦ Казахстанский композитор Алим Заиров напишет музыку к российскому фильму «Мафия» режиссера Сарика Андреасяна. Композиции 26-летнего автора будут звучать на протяжении всего фильма. Над созданием музыкального сопровождения казахстанский композитор работает с музыкантом Романом Вишневским из Украины. Это уже второй российский проект, в котором Заиров выступает в качестве композитора. Картина сейчас находится на стадии пост-продакшн. И далее в программе традиционная музыкальная культура. Все о жизни и творчестве великой Дины Нурпейсовой. Творческое наследие предыдущих поколений исполнителей и поэтов 20-й век привнесли такие многие выдающиеся личности. Среди них киши Дина Нурпейсова. Представляя Западно-Казахстанскую школу исполнительства, в своем творчестве Дина Нурпейсова сумела объединить два важных музыкальных направления инструментальной культуры 19-го века. Героический драматизм, присущий Курмангазе Сагарбаеву, и лирико-психологический стиль Даулит Кирея Шигаева. Делаясь синтез прогрессивных традиций народно-инструментального искусства 19-х и 20-х веков, она выступила основоположницей современной композиторской инструментальной школы. Будучи ученицей Курмангазе, Дина Нурпейсова не только впитала личностный стиль исполнения своего учителя, крупнейшего представителя стиля токпе, но и сформировала собственную уникальную импровизационную манеру игры. Она усилила виртуозную сторону Киев-Курмангазе и привнесла в них свой индивидуальный исполнительский почерк. Дина рано осталась вдовой и в 20-е годы, в период острой нужды и голода, была вынуждена перебраться к берегам Каспия. Она какое-то время жила в Ат-Трау, Астраханской области, разъезжала по аолам с исполнением своей музыки, чтобы как-то прокормить семью. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, проводив своего единственного сына на фронт, 80-летняя Дина сочиняет ки «Анабирог» на Касматери, который, наряду с обращением поэта Жамбула к ленинградцам, стал музыкальным призывом к стойкости и мужеству. Весть о победе над фашизмом Дина встретила Кием Женес. Победа. В послевоенные годы она также увлеченно пишет Киев для Домбры. Как бы ни было сложно, какие бы испытания ни преподнесла судьба народной артисткой республики, Дина Нурписова никогда не оставляла Домбру, которую ласково называла «старым другом». Всю жизнь она совершенствовала свою игру, достигнув высочайшего мастерства непревзойденности Домбровой техники. Недаром Дину называли «Джамбулом Домбры», ведь она в своих кюях доносила до слушателя целые поэмы, но не словом, а музыкой, пропущенной сквозь сердце. Зара, какой у тебя самый любимый праздник? Чингис, у меня даже их два. И оба связаны с ожиданием чуда, перемен и обновления. Рискну предположить, что это Новый год и день рождения. Чингис, это праздник наурыз. Его я всегда жду с большим трепетом. Обновляется природа и чувствуется дыхание весны. О дне весеннего равноденствия сегодня нам расскажет Куралай Ташкинбаева, автор рубрики «Блиц-опрос». Казахстанцы готовятся отметить один из самых любимых праздников наурыз Мейрамы – наступление Нового года по солнечному календарю. Наурус или наврус отмечают с древних времен. В переводе с фарси «ноу» означает «новый», а рус – «день». Этот праздник символизирует собой пробуждение, обновление природы, начало Нового года. Суть наурыз – в единстве человека и природы. Наурус отмечается в период весеннего равноденствия, когда продолжительность дня равна длительности ночи. По древнему казахскому поверью, это время весеннего равноденствия следует посадить дерево и расчистить родник или орык. В доме к празднику наводят чистоту, готовят угощения, главным из которых считается наурус Кожья. Он состоит из семи ингредиентов, символизирующих семь элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Считается также, что накануне науруса следует возвращать долги, прочать обиды, то есть оставлять все неприятности в старом году, забывать о плохом. С 2001 года наурус в нашей стране объявлен государственным праздником, а в 2009 году наурус был включен в репрезентативный список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в 2010-м Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Международный день наурус, поддержав празднование этого дня. А что значит этот праздник для казахстанцев и как готовятся наши соотечественники к наурусу, узнаем прямо сейчас. Что для вас значит праздник наурус? Ну, обновление всего, наверное. Ну, это все, эта зима окончилась, закончилась, пришла весна, все распускается, расцветается, обновляется все. Это второй Новый год, я так считаю. Новый год, весна. Это наш древний еще языческий праздник. Мы жили по лунному календарю, мы знаем, когда надо засевать, когда нужно пахать. Ну, весна, хорошее настроение. Как готовиться к празднику наурус? Ну, это до старха, это гости. Барсаки у нас всегда на столе, наурус. Особенно не готовлюсь, но всегда, конечно, хочется что-то сделать к праздничному столу, что-то вкусное, чтобы все собрались. Чищу квартиру, убираю, обновку какую-нибудь делаю сама себе и стараюсь праздники сделать, опять же, какие-то маленькие сувениры сделать своим друзьям близким. Готовлю, наверное, литров 10 только наурус-хожжи, борсаков, килограмм не знаю сколько, у меня все соседи стоят в очереди. Дома готовимся и стол накрываем, и гостей зовем, все как положено. Какие традиции празднования науруса вы знаете? Хожжи, бешбармак обязательно. Всех приглашаем, всех встречаем, всех угощаем. Обязательно нужно кушать наурус-хожжи, это обязательно. Обязательно зайти в юрту, попить чай с борсаком, ну и, наверное, покататься на конях. Застолье, праздник, как всегда, как весенний. Дарят подарки, ну, традиционные блюда готовят. Принято открывать двери, на любые соседи могут зайти. Сколько должно быть ингредиентов к главному угощению праздника? Семь, это я знаю. Семь? Семь, конечно. Если правильно помню, семь, но, может быть, я ошибаюсь. Назовите основные ингредиенты наурус-хожжи. Казы, сурпа, соль, айран, проса, мясо. Нет, все не назову. Мясо, это молочная какая-то основа, это крупа, какие-то специи, по-моему, да. В основном идут крупы и что-то типа кефира или верблюжья молока, по-моему, да. Мясо, конечно, тесто, рис, перловка. Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова представит нам новую премьеру по пьесе американского драматурга. Над постановкой работали Линас Мариус Зайкаускас из Литвы, который также занимался и музыкальным оформлением спектакля, а также заслуженный деятель Казахстана, лауреат госпремии Владимир Кужель и художник по костюмам Любовь Возженникова. Главные роли исполнят Антон Митнев, Сергей Уфимцев, Ирина Кельбер, Ольга Ландина, Камила Ермекова и другие. Наш городок – самая знаменитая пьеса Уайлдера. Действие в ней разворачивается в начале 20-го столетия в небольшом американском провинциальном городке. Постановка задумана как спектакль в спектакле. Она разыгрывается под руководством помощника режиссера, который ведет рассказ о жизни двух семей и комментирует поступки персонажей. В этом городке, таком же, как и многие другие по всему миру, не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идет, и жизнь уходит вместе с ним. Пьеса «Наш городок» написана в 1938 году, и в том же году она была удостоена Пуллицеровской премии. И к новостям из других стран. Дайджест зарубежных событий продолжит нашу программу. Участники Женевского автосалона порадовались самыми удивительными разработками. Шведская компания «Ринспид» и американский производитель «Аудиосистем» представили новый концепт-кар, получивший название «Друг на колесах». Это полностью электрический автомобиль. В отличие от других машин, и рулевое колесо закреплено на роботизированном манипуляторе, что, по словам инженеров, дает водителю небывалую свободу действия. Эта рука символизирует, что, возможно, в ближайшие 5-10 лет машины станут полностью роботизированными. Вы можете переместить руль вправо или влево, а можете вообще убрать его, и машина поедет автономно. В автомобиле установлено программное обеспечение, позволяющее по беспроводной связи через смартфон узнать о вас почти все. Какой у вас опыт вождения, любимая музыка, домашний адрес и даже то, кому вы чаще всего звоните. «Это новая технология, к которой нужно привыкнуть», — говорит гендиректор компании «Ринспид». 20 лет назад интернет тоже казался чем-то страшным, а теперь молодежь без него не может обойтись. Когда-нибудь наши внуки нам скажут, «Ого, дедушка, у вас были пилоты и водители. Не может быть, сейчас все делают роботы». Автомобиль оборудован двумя сенсорами и видеокамерой, что позволяет ему распознавать даже мельчайшие препятствия на пути. В Нью-Йоркском музее современного искусства открылась выставка, посвященная певице Бью-Йорк. Ретроспектива творчества исландской исполнительницы охватывает период от ее первого сонника «Дьюд» 1993 года до записанного в 2011 альбоме. Куратор выставки называет ее инновационной. В экспозицию включено разработанное в Нью-Йорк мобильное приложение и механизмы, позволяющие посетителям буквально почувствовать звук. Она спросила, как вы собираетесь повесить на стену музыку, как собираетесь поставить ее на пьедестал. Мне кажется, мы постарались создать идеальную звуковую атмосферу, в которой посетители музея ощущают музыку как интуитивный опыт. Она в прямом смысле резонирует в вашем теле. Присутствует на выставке традиционная коллекция. Сценические костюмы певицы, ее фотография, а также собрание личных дневников. Придворяется экспозиция повествованием, написанным Бью-Йорк совместно с исландским писателем Сионом Сигурдсоном. Рассказ описывает как факты из биографии артистки, так и вымышленные события. Выставка продлится до начала июня. И снова доброе утро, дорогие зрители. С вами Зара Синаман и Чингис Капин. Время представить вам нашего уважаемого гостя. В нашей студии сегодня олимпийский чемпион. Гордость казахстанского спорта. Настоящая звезда Денис Тен. Денис, доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады, что несмотря на плотный график, вы нашли время и присоединились к нашему эфиру. Очень приятно вас видеть в Алматы. Насколько мне известно, что вы только прилетели. Да, я сразу перелет к вам на передачу. У меня такая радость присутствовать сегодня в окружении таких прекрасных людей. Спасибо большое, Денис. Спасибо. По-моему, с нашей последней встречи прошло около полугода, если я не ошибаюсь. Вообще, какие новости? Что происходит в вашей жизни сегодня? Много чего произошло. То есть, жизнь у меня насыщенная различными событиями, спортивными, так и неспортивными. Ну, наверное, самое яркое – это недавно прошедший турнир четырех континентов, где мне удалось завоевать золотую медаль. То есть, на сегодняшний день это, наверное, мой первый титул. Именно золотой, чемпионский. И это очень приятно. И это, наверное, последнее такое громкое событие, которое запомнилось. Но впереди чемпионат мира. Я сейчас уже готовлюсь к новому турниру, стараясь настроиться на новую позитивную волну. Вот, кстати, у каждого спортсмена наверняка есть свои методы настройки перед соревнованиями. Вот лично у вас, что вас мотивирует и направляет на успех? Ну, мне даже сложно ответить на этот вопрос, потому что все происходит как-то натурально. Вот, знаете, нет такого какого-то пути, по которому могли бы проследовать все люди. То есть, касательно вот какого-то внутренней мотивации, да, или внутреннего настроя. Поэтому я думаю, что человек сам к этому рано или поздно приходит. Есть ли у вас волнение, несмотря на такой мощный опыт? Нет, ну, конечно, волнение, оно необходимо. То есть, в принципе, чем интересны, допустим, серьезные соревнования какие-то, и чем они отличаются от шоу, это как раз-таки уровнем вашего адреналина в крови. То есть, понятное дело, когда идет какое-то соревнование, когда идет борьба, да, настоящая за какое-то высокое почетное место, то и происходит невероятная вещь с организмом. То есть, все спортсмены, они настроены по-другому. И уже нет вот этой доброжелательной, может быть, в каком-то плане атмосферы. Уже нет вот этой тренировочной атмосферы, да. Но я думаю, это то, что делает соревнования особенными. То есть, вы выходите, и вы от этого получаете довольствие. Многие спортсмены, которые завершают свою карьеру, они потом как раз-таки скучают по вот этому состоянию адреналина в крови. Я очень горжусь тем, что вот мы с Денисом дружны в жизни, да, и дружны в социальных сетях даже. Ничего себе, я тоже хочу. Я тоже хочу, я тоже хочу, давай. Я обратила внимание, что у Дениса очень большой фан-клуб в мире. Ему пишут поклонники из разных стран. Это Япония, Китай, Корея, Соединенные Штаты. И многие даже не знают английского языка. Многие не знают, вот как написать, но пытаются что-то написать Денису. Есть ли какое-то письмо или, может быть, сообщение, комментарий, который вот особенно тепло запомнился? Ну, с этой точки зрения, конечно, мне очень приятно, что есть какое-то внимание, что люди следят за моей карьерой. И писем получаю я очень много. И на самых разных языках. Бывает, что люди специально изучают, начинают изучение английского, да, для того, чтобы мне написать. Это, конечно, очень трогательно. Я рад, что через какие-то мои успехи, ну, я вижу, что это приносит какую-то пользу людей, да. Они через эти успехи узнают не только, допустим, ну, о спорте, видят спорт иначе, да. Да, может быть, это как-то их вдохновляет на какие-то спортивные занятия, да, что немаловажно. Слушая вас, мне кажется, что у вас было очень разностороннее воспитание. То есть вы занимались, насколько я знаю, музыкой, кажется, да, в музыкальной школе. Класс фортепиано. Класс фортепиано, во. Сейчас мало что добавляю маме. Да, да, спасибо. Нет, однозначно все повлияло на мое развитие. То есть и уроки музыкой, и уроки... Я ходил в школу живописи, и обучение в школе, и там я также ходил и на боевые искусства, там, тейквондо, карате. Занимался сплаванием, теннисом, акробатикой. И это все повлияло на мое общее развитие. Я вообще призываю всех людей как бы развиваться, не только заниматься каким-то одним делом, да, заниматься различными делами, потому что это им поможет в будущем найти себя. Я думаю, это очень важно каждому человеку найти себя. Я уверен абсолютно, что каждый человек по своему талантлив в каких-то самых различных областях, просто не каждому удалось как раз-таки себя в этом проявить, найти себя в этом. Многие даже не знают, не подозревают, допустим, возможно, у кого-то талант, я не знаю, там, к боевому искусству. И если там сейчас человек пойдет в группу тейквондо, он моментально сможет поднять свой уровень там до черного пояса, да, ну, значительно легче будет даваться. С моей точки зрения, да, мое развитие, ну, видите, мне, допустим, рано пришлось, наверное, повзрослеть, потому что уже в 10 лет мы с мамой приняли серьезное решение, ну, вообще не то, что с мамой, да, с моим папой тоже, переехать в Россию для тренировок. Я с 10 лет вынужден был уже жить в такой своеобразной разделенной семье, да, ради тренировок. То есть это все происходило осознанно. Не так, что мы поехали повеселиться в России, да, то есть мы приехали сразу целенаправленно заниматься фигурным катанием. У нас в то время не было таких хороших условий. То есть позже, что произошло, допустим, уже в 17 лет мы увеличили дистанцию от дома, то есть я переехал в Лос-Анджелес. То есть время идет, я расту, и то есть мои потребности, они становились шире. Денис, ну, я очень горжусь тем, что познакомилась с вашей мамой, и, пользуясь случаем, вот, может быть, даже от лица ваших поклонников, сказать ей огромное спасибо за ту любовь, за то внимание, которым она окружила вас. Действительно, это, я думаю, ваш самый близкий, самый лучший, наверное, поклонник, если так можно сказать, да, человек, который действительно отдал вам все свое сердце, всю свою жизнь. Дай бог ей крепкого здоровья, вообще всех благ в вашей семье. Спасибо вам. А мне интересно, Денис, все-таки, когда произошел этот момент, то есть психологически, да, внутри, вот в детстве, когда занимались фигурным катанием, произошел тот момент того, что я точно понимаю, что я хочу стать мастером, стать первым. То есть всегда же бывают сомнения в профессии, да, может быть, нет. То есть когда произошел именно выбор того, что я точно хочу именно здесь, сейчас начать и пойти вперед до самого финиша. Ну, знаете, все как-то происходило как-то самопроизвольно. У меня не было прям вот такой агрессии, прям вот я должен, я хочу. И в спорте, да и вообще в жизни, да, это невозможно как-то предположить, да, то есть свое будущее. Я думаю, мне просто повезло в этом плане, да, и у меня родители такие мудрые, ну, и я, наверное, тоже просто как-то все удачно складывалось. То есть я не могу объяснить этот феномен. А вот само осознание, знаете, я просто всегда очень любил спорт. То есть я в детстве, видите, я был просто ходячий кусок энергии, то есть не ходячий, а бегущий просто. Я все детство куда-то носился бегом. У меня был такой избыток вообще энергетического уровня, что родители не знали, куда это все девать. И поэтому меня, в принципе, отправили в самые различные кружки. Но и вот мне пытались просто развить с другой стороны. И, вы знаете, я так полюбил фигурное катание, во-первых, потому что этот вид спорта, он необычный, да. Само катание на коньках, оно ассоциируется с чем-то волшебным, да, вот эта зимняя атмосфера. У нас так катков не было, все катки были открытые. То есть мы катались зимой, снег падает, да, столько людей. Ну, вообще атмосфера как вот, знаете, как в кино. Такая вот сказочная, новогодняя. Вот, то есть это была первая ассоциация с катанием на коньках. А после этого, когда уже стал заниматься, мы поняли, что ведь это не только катание на коньках. Там очень много аспектов, которые следует познать спортсмену, занимающимся фигурного катания, даже вне льда. То есть у нас был летом, допустим, в кружок плавания. То есть это все входило. Там, допустим, акробатика тоже, в принципе, являлась какой-то частью фигурного катания. Тренеры обучали нас там общей физической подготовкой. Позже я просто, знаете, так наслаждался фигурным катанием. Я думаю, это и повлияло на решение моих родителей, как бы, вложиться в меня. Потому что я действительно искренне получал удовольствие, находясь на льду. То есть они видели, что я просто свечусь, когда одеваю коньки, когда выхожу на лед. И поэтому, наверное, мне просто как-то везло, все удачно складывалось. И я думаю, я осознал, что действительно профессионально прям занимаюсь фигурным катанием только в возрасте, ну, на лет в 15. Когда я в первый раз дебютировал на Чмете мира, то есть это уже был первый такой серьезный турнир, завоевал лицензии на Олимпийские игры. Тогда я вдруг понял, о, а теперь-то я, оказывается, уже все, вот Чмете мира, который я всю жизнь смотрел по телевизору. Я смотрел сутками эти кассеты, знал наизусть программу всех своих любимых фигуристов, да. И тут сам выступаю уже на таком же турнире, меня показывать по телевизору. Это было действительно ошеломляюще. И это то, что, наверное, и дало мне осознание того, что, о, а теперь я уже кассеты-лип. Ну, таким образом, я думаю, что вы подтверждаете, да, вот эту фразу, то, что кто работает... Найдите работу, которая вам нравится, и вам никогда не придется работать. То есть вы, наверное, не работаете, вы просто получаете удовольствие от того, что вы делаете. Нет, сейчас уже, конечно, все изменилось, да. Сейчас уже подход совершенно другой. Мало того, как я уже сказал, теперь я уже делаю все, что я делаю, это делаю не ради себя, а уже исключительно для людей, которые стоят за моей спиной, которые следят за моими успехами. И философия вообще в том, что я делаю, она кардинально изменилась. Но я получаю от этого удовольствие тоже своеобразно. То есть я понимаю, что я это делаю не зря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что я делаю, оно делается уже исключительно во благо страны. Может быть, это звучит немножко пафосно, да. Но это действительно так. То есть даже в социальных сетях я себя регистрировал для того, чтобы рассказывать, допустим, о Казахстане. То есть первое время, я помню, когда я выступал на арене фигурного катания мировой, Казахстан едва могли произносить дикторы. То есть для них настолько это была незнакомая страна. Сейчас казахский флаг, он как бы не вызывает никакого недоумения. Все уже спокойно к нему относятся, видят его, допустим, то в кругу, допустим, супердержава. Вот в этот раз он был по центру, да. То есть я победил чемпионат четырех конец. Вторым стал спортсмен из Америки, то есть флаг Америки. Третьим стал флаг Китая. То есть, представляете, да, это страна с такой мощной историей, особенно спортивной. Да, оттуда вот теперь Казахстан. И вот это действительно то, что меня радует. И я очень счастлив, что пока что мне удается справляться с этой ответственностью. И в завершении нашей беседы я знаю, что вот с большими аншлагами у вас всегда проходят великолепные праздники спорта. Денис приглашает друзей, когда полные арены, когда приезжают ведущие спортсмены со всего мира, друзья, люди, с которыми вы участвовали в соревнованиях. Планируете ли вы в этом году подарить? Казахстанцам этот праздник? Да, мало того, подготовка уже идет. Уже подготовка в процессе. Я надеюсь, что все сложится. То есть, как только будет известно больше информации, я вам, конечно, сразу же расскажу. Я надеюсь, что в этом году все сложится удачно. Если мы делаем, то мы делаем ледовое шоу очень здорово, хорошо, красиво и на солидном уровне. То есть, это вообще единственное шоу на территории Центральной Азии. И одно из крупнейших, наверное, на сегодняшний день вообще на мировой арене. Я думаю, это то, чем мы должны гордиться. И я надеюсь, что все сложится удачно. И я приглашу всех казахстанцев посетить на это шоу, потому что это дело в кругу друзей, естественно, не один, для наших граждан. Ваши пожелания зрителям телеканала были уже не один из этих замечательных утром. Конечно. Ну, дорогие телезрители, я, пользуясь случаем этим ранним утром, хочу пожелать вам, во-первых, доброго дня, чтобы у вас день прошел по плану, продуктивно, так как вы его хотите провести. Это раз. А второе, если взглядывать немножко дальше, пусть все ваши цели, все ваши мечты сбудутся, пусть ваша жизнь складывается так, как вы сами ее построите. Помните, что создатель своей жизни, на самом деле, это вы. Это вы, кто вообще творитель, вы, кто действительно создаете вообще все вещи, которые вы видите, слышите. Все происходит отсюда. То есть ваш мозг дает команды, ваш мозг, он создает ваше общее настроение. Поэтому пусть ваш компьютер всегда работает слаженно, позитивно, и так, чтобы вы наслаждались тем, что вы делаете, наслаждались вашей жизнью. Ой, как прекрасно. Денис, спасибо большое за такие теплые слова. Но мы тоже с Чингизом, в свою очередь, хотим пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы вот этот позитив, который вы несете с собой своим искусством, своим спортом, чтобы он всегда оставался с вами. Спасибо за то, что вы делаете. Друзья, напоминаю, что сегодня гостем программы Кайрлотан был олимпийский чемпион, звезда мирового спорта Денис Стен. Дорогие друзья, ну а мы не прощаемся с вами, а говорим только до завтра. Отличного вам настроения и хорошего дня. Увидимся на телеканале Белемжане Мадиньет. Берегите себя.